Ребята, мне ответила сама Билли Алиш. Она голосовой отправила. Главные хиты Джастина Бибера были написаны, когда он был вот таким. А вы думали? Ребята, всем привет! Меня зовут Елена Райтман и добро пожаловать на мой канал. Если вы еще не подписаны и не стали частью нашей огромной семьи, то скорее подписывайтесь, потому что мы тебя ждем. И, кстати, не забудь подписаться на мой Инстаграм, потому что в последнее время я стала очень часто проводить там такие конкурсы, как чат со мной. Если коротко, это такие конкурсы, когда я выбираю 20 человек случайным образом, добавляя их в чат в Инстаграме и переписываясь с ними. Так что, если ты хочешь со мной пообщаться лично, то скорее переходи в Инстаграм и активно участвуй в таких конкурсах. Сегодня будет очень необычная переписка. И знаете почему? Да потому что сегодня я буду впервые переписываться не с простым фейком, а с американским фейком. Это даже звучит странно, не правда ли? Короче, в последнее время меня очень часто лайкает и комментирует фейк Билли Алиш. Ну, я и подумала, а что бы нет? На самом деле, если честно, я очень долго решалась на это видео, потому что мой English is bad. Вот огромный bad. Огромный bad. Самое главное, чтобы фейк меня понял. Вот так вот. И, кстати, ребят, кто тоже любит Билли Алиш, кто тоже любит ее песни, ставьте пальчик вверх, чтобы мы посмотрели, сколько нас таких. Лично мне очень нравится песня Bad Guy и еще одна песня. Блин, название вылетело из головы. У нее еще клип снят, где она с пауками. Короче, вы поняли. Напишите, кстати, в комментариях, какая ваша самая любимая песня Билли Алиш. Мне интересно почитать будет. Я надеюсь, она не спит, потому что у нас очень разный часовой пояс, как мы понимаем, Америка и Россия. Ой, она мне отправляла стикер вот такой вот. Я его даже не видела. Будем позориться своим английским. О боже, сама Билли подписана на меня. Как я и сказала, английский я не очень хорошо знаю, но когда-то я сидела на сайте MySpace, американский такой сайт. И там я реально общалась с американцами и научилась у них разным их сокращенным таким словечком. Поэтому в этом сообщении я использовала сокращение. Я спросила, how are you, Билли? То есть, как дела, Билли? Да, вот так вот американцы сокращают. И это все не просто так, не шо, типа, посмотрите, я умею сокращаться. Нет, боже упаси. Это для того, чтобы проверить, действительно ли Билли является американкой. Потому что американец 100% поймет это сокращение. Блин, ребят, я даже не знаю, состоится ли это переписка, потому что фейк мне до сих пор не ответил. Видимо, у нас реально разные часовые пояса. И пока я думала о разных часовых поясах, я вспомнила про свое самое первое свидание. Вы, наверное, сейчас такие, Лена, какая разница между часовым поясом и твоим свиданием? Короче, это было давно. Как-то по интернету я познакомилась с парнем. Он русский, но жил за границей. У нас были разные часовые пояса. Мы с ним очень долго общались. И тут он мне пишет, что прилетает в Питер и приглашает меня на свидание. Я тогда очень переживала, прям реально нервничала. Провела все возможные спа-процедуры. Даже купила восковые полоски ВИК. Уже в то время впервые я их использовала. Вы бы видели мое лицо. Я приготовилась прям к неистовой боли. Думала, все, сейчас у меня вся жизнь перед глазами пролетит. Ну, я же насмотрела фильмов. Я же видела, как все вопят, когда их отрывают. Ну и что, когда я отклеила свою самую первую полоску, я даже разочаровалась, ребят. Потому что я рассчитывала, что мне будет больно, а мне было вполне нормально. Ну, то есть терпимо. И вот я пришла, значит, такая на свидание. Все такая красивая, с идеальной гладкой кожей. Уверенное платье надела, потому что, типа, я что, зря полоски что-то использовала, простите. Смотри на мои гладкие ножки, да? Короче, у парня просто не было шансов. Серьезно. Как говорится, вид, тебя ничто не остановит. Для тех, кто никогда не использовал полоски, я могу рассказать свои впечатления. Во-первых, их очень легко использовать. Не надо тереть, разогревать. А результат, идеально гладкие ножки, будет радовать вас на протяжении 4 недель. Потратила пару минут на себя, зато потом ходишь долгое время с идеальной гладкой кожей. Кто пробовал? Напишите в комментариях, как это было в первый раз. Ребята, мне ответила сама Билли Алиш. Меня постигло разочарование. Пишет, что, типа, я не хрюкаю. А, она подумала, что это хрю или что? Это очень странно. Я ей написала, извини, я плохо говорю по-английски, но ты должна была понять эту аббриатуру, сокращение и так далее. Да, твой английский реально очень плохой. Ну, как бы, твой тоже, я смотрю, не фонтан. Если сейчас меня смотрит человек, который в идеале знает английский, то знай. Я завидую тебе. Я хочу быть такой же, как и ты. Я стараюсь учить, но ни хрена у меня не получается. Я ей написала, почему ты подписана на меня? Я в таком шоке, что схожу с ума. Да ладно, ребят. Ребят, ну это отстой. Это русский фейк. Поздравляю. Пишет по-русски мне. Давай, говорит на русский язык. Я немного понимать его. Ты просто очень плохо писать на моем язык. То есть, типа, я должна на это повестись. То есть, типа, если ты неправильное окончание говоришь, неправильный падеж ставишь, то я должна это, как бы, верить. То, что ты реально американка. Что? Но мы же делаем вид, что мы верим во все это, да? Ты знаешь русский язык? Я в шоке. Ответь на мой вопрос. Мне же реально интересно, почему ты на меня подписана. Хотя уже не особо интересно, потому что я-то думала, что ты американский фейк, а ты наш родной, к которым мне вот уже вот тут вот сидят фейки эти русские наши. Я подписать тебя, потому что ты хороший профиль и снимать интересные видео. Ты мне нравится. Шок-контент. Только видео у Райтман. Билли Алиш говорит по-русски. Угу. Спасибо, Билли. Можешь прислать фото, чтобы я поняла, что ты не фейк? Да. Вот сейчас подруга тебе привет от нее. И скидывает мне фотку. Ну, как бы, такую фотку в интернете найти никакого труда не составит. Знаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас проверим уж сто процентов. Ну, вдруг это все-таки английский фейк, который пользуется переводчиком. Ну, знаете, может такая версия быть. Поэтому я сейчас буду писать сокращение наши русские уже, которые переводчик сто процентов не сможет перевести. Я пишу. Круто. Че, как тебе в рашке? Ну, вот, ребят, что я требовалась доказать. Русский фейк и понял. Очень классно у вас. Мне понравилось делать концерт. Ты быть там? Давайте еще один шанс дадим. Еще одну такую же проверочку. Бля, да запара вышла. Так шо нет. Это тоже гугл-переводчик не переведет. И она поняла. А что случилось? Может, сделаешь мне сигну? Ну, ты вообще, знаешь, вот ты даже не стараешься скрывать, что ты, блин, не фейк. Сигну. Билли Алиш просит. Серьезно. Нахрена моя сигна Билли Алиш? Зачем ей вообще какие-то сигны Билли Алиш? Серьезно. Просто приятно. Хочешь, я тебя спою? А вот это уже интересно. Ну, как бы, ребят, представляете, вам пишет Билли Алиш, говорит, хочешь, я тебя спою? Вот кто из вас скажет нет? Конечно, конечно, спой. Она голосовое отправила. Ребят, это голос Билли, я его знаю. Это 100% голос Билли. А почему так спе-то, как будто реально, как будто реально голосовая записана? Ладно, время личных вопросов. А у тебя есть МЧ? Нет, мне еще рано. А когда ты первый раз стала встречаться? Билли Алиш интересует моя личная жизнь. У меня есть русская подруга. Она твоя фанатка. Можно выполнить мою просьбу до нее? Я говорю, она даже не старается скрыть, что она фейк. Камон, ну камон. А что именно? Ты с ней встретиться и общаться. Я ей написала, слушай, я не уверена, что ты настоящая. Но я же тебе спела. А, ну да, ну да, ну да. Это же все объясняет. Мы же все теперь на 100% уверены, что ты реально Билли Алиш. У которой отличное знание русского языка, знает наши все аббриатуры. Еще такое совпадение, что ее подруга моя фанатка. Давай я тебе еще видео записать. Слушай, если ты реально докажешь, что ты настоящая Билли Алиш, я приеду к твоей подруге, где бы она ни была. Вот просто докажи, пожалуйста. Я сделаю все, я тебе обещаю. Ну, ну, ребят, ну это же, ну что такое? Видео какое-то скачало, мне загрузило. Даже волосы как бы убили. Я, насколько знаю, сейчас зеленые волосы. Здесь, ну это старый ролик даже. Почему-то даже новую не заслушалась поискать. А почему волосы не зеленые? Я вчера перекрасилась. А ну да, конечно, конечно, конечно. Я что-то не верить тебе. Окей, расскажи про Бибера. Как он тебе? Я влюблена в него. Я очень жалеть, что он выйти замуж не за меня, за нее. Хотя я ему нравится. И я знать это. Но как бы я его не улюбила, он или конченый, или психически больной человек. Это она про Бибера говорит, что он конченый? Кому он только не приставал, и даже имея жену, Джастин полез ко мне. Ты жалуешься, а многие другие девушки мечтали бы оказаться на твоем месте. Но опять же, я говорю не про себя. Да не гони. Ну к чё, я поверю, что ли? Да, у нас в Голливуде все такие гнилые люди. Уже все друг с другом переключались. У нас в Голливуде. У нас в Холливуде. А тебе-то откуда за шо там у вас у них в Холливуде? Расскажи самый странный секрет Джастина. Все для вас, мои дорогие. Все для вас. Он обожает делать кванти. Сири, что такое кванти? Сири не знает, что такое кванти. Что это такое? Открываешь рот, большим пальцем придерживаешь и поднимаешь... Мне уже это не нравится. Мне уже открываешь рот и что-то большим пальцем делаешь, мне это уже не нравится. Мне это уже пугает. Лоб между бровей и смотришь в одну точку. Что? Открываешь рот. Окей. Большим пальцем придерживаешь и поднимаешь лоб между бровей. Ага. И смотришь в одну точку. Я взрослый человек с высшим образованием. Камон. Делаю кванти. А какой эффект будет? Меня накроет или что? Что еще делаю? Какая теперь суперспособность у меня должна появиться? Я чувствую себя полной идиоткой. Я надеюсь, никто со мной вместе это не делает. А зачем это? Какая суперспособность после этого у меня должна появиться? Я просто не вижу другого смысла его так вот делать. Это что-то должно значить, да? А в такой позе ты стать сосредоточенной. Джаз так всегда делает, когда пишет песни. Все песни, написанные им, были в такой позе. Ребята, вы теперь должны знать, что главные хиты Джастина Бибера были написаны, когда он был вот таким. А вы думали, так легко быть суперстаром? Вот весь секрет успеха Джастина Бибера. Вот, вот он. Ой, кажется, у меня что-то лезет. Что-то лезет, надо написать ей. Кажись, у меня что-то лезет. Текст песни? Не. Серое вещество, которое я говорю, что я фигней страдаю, блин. Ты вместо того, чтобы стебаться... Откуда ты знаешь слово стебаться? Слушалась бы. Я популярная, богатая и успешная. Я ерунды не сказать. То есть ты все вот это предложение написал совершенно нормально. И такая решила все-таки в последнем слове допустить ошибку. Точнее, не в том падеже его написать. А, ну все, все сомнения тут же сняты. Прости. Я не буду больше стебаться вот над этим. Все, теперь тебе никогда не стать популярной. Я забираю твой дар и не отдам тебе, пока ты не извинишься. Так, а я это, я... Я уже давно извинилась. Ой, прости, ты уже извинилась, да? Ну да, уже извинилась. Тогда ладно, возвращаю тебе дар. Спасибо, Билли. О, великая, спасибо тебе. А то я уже стала переживать. А можешь лайкнуть мой любой пост с основного профиля? Ну что, тебе сложно перейти, раз мы с тобой такие уже типа подружки. Раз ты мне секреты вот такие вот рассказываешь, что тебе не лайкнуть-то меня? Она меня лайкнула? Могу только что лайкнула. Подождите-ка. Ребята, у меня нет ее лайка. Нету лайка от тебя. Твоего лайка нет. Есть, просто у тебя очень много лайков, и ты не заметила. Нету лайка, ребята, я бы заметила. В общем, я ей написала. Короче, ладно, ты серьезно думаешь, что кто-то поведется на то, что ты Билли, что Билли так хорошо знает русский язык, наш лексикон? Ты провалила все проверки. То, что ты пытаешься менять окончание слов, вообще не работает. С учетом того, что под конец переписки ты стала об этом забывать. И пишешь нормально, она реально стала забывать. Я настоящая Билли, а ты дура. Обожаю. Обожаю. Я уже забыла, каково это, общаться с фейками. Увы, но дура тебе поверила, а я нет. Бедная Леночка, девочка, думала, что будет переписываться с американским фейком. А это все русские ее достают. Короче, ребята, вот такая интересная переписка получилась. Я надеюсь, что вы соскучились по перепискам фейками. Если вы так, то ставь пальчик вверх и пиши в комментариях, какая твоя любимая песня Билли Алиш. Вот. Посмотрим, насколько у нас совпадают с вами мнения. Вообще у нас всех друг с другом. Я напоминаю тебе, что подписывайся скорее на мой канал, если ты этого еще не сделал. Как так можно вот бессиловечно поступать? Вы вообще нехорошие люди, которые смотрят и не подписываются. Сейчас на вас это, порчу наведу. Я уже умею. И, конечно же, подписывайся на мой инстаграм, чтобы побывать со мной в чате. А я благодарю вас за просмотр. Обожаю, люблю, целую. Всем спасибо. Что-то не то пошло. Всем спасибо. Пока. Что с ним? Походу, реально порчу на меня навели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok